Продолжение следует... Кар есть тоже примеры такие уже в нашей практике. Вот смотрите, ты живешь, работаешь честно на поле, копаешь картошку. Твой сосед тоже, как ты, честно работает на поле, копает картошку. И тут твой сосед у себя на поле нашел месторождение сафиров синих. И стал богатеть не по дням, а по часам. Ты заказал себе тоже диалог-разведку, взял в долг денег. У тебя сафиров не оказалось. Что делать? Ответ. Тоже продавать сафиры. Правильно. Значит, нужно заходить в инстаграм соседа. Или на фейсбук соседа. Или других таких же соседей, там по поселку, из соседних поселок. Вообще из Мадагаскара и не обязательно даже из Мадагаскара, как в нашем случае. Тырить у них фоточки, выкладывать, писать цену. Так делают очень многие. Огромное количество. Мы последнюю неделю в инстаграме удаляли. У нас там накопилось очень много неактивных участников. В связи с этим активные и покупатели перестали видеть наши посты настолько много и часто, как нам нужно. Поэтому мы чистили инстаграм. Он как бы активизировался. И я смотрю, прям пошли подписки. Шиланка, Пакистан, Афганистан, Мадагаскар, Бирма. Продавцы камней. Заходишь, у него страница открыта неделю назад. На ней лежит 6 камней. И у меня уже глаз наметан. Я узнаю там и свои камни, и камни своих поставщиков, партнеров, владельцев добычи. И все что угодно вообще. То есть я знаю, кто и когда этот камень продавал, кому и за сколько. Это вам кажется, что... Мне тоже раньше так казалось, что камни все одинаковые. На самом деле они все всегда разные. То есть каждый камень имеет свою отличительную особенность и свой характер. Так вот. Они воруют картинки. Картинки подписываются к таким, как мы, например, или к другим честным продавцам. И начинают бомбить в личку. Мне вот сейчас пишут каждый день наши подписчики из Инстаграма, что Кость, меня звалили просто сообщениями. Это кто такие? Это твои помощники? Или это твои коллеги? Или это ваша же компания на другой какой-то рабочий Инстаграм ваш? Что происходит? Это мошенники, ребята. То есть они заваливают сообщениями. Даже могут аватар поставить такой же, как у нас. Например, да? Или похожие сильно на наш. Могут. Вчера видел в гугле переводчики на русском. Пишут письма, переводят. Иногда даже нам. Мы попадаем под рассылку продажу наших же камней. На Мадагаскаре живет замечательный негр. Ну, собственно, там все негры, да? На Мадагаскаре. Его зовут Баба. Вот такое у него имя. У него есть жена, дети, много семейных фото в Инстаграме. Он довольно часто наши камни выкладывает. Ну, допустим, у нас камень стоит 10 тысяч, он его выкладывает за 3 тысячи. И начинает рассылку по нашим же подписчикам. И, вы знаете, мне несколько раз писали. Привет. Слушай, что, у вас появилась скидка? Я, наверное, куплю. Я уже давно смотрю на этот камень. Вот. Я успел остановить этих людей. А бывает, что не успеваю остановить. То есть, несколько раз покупали. И у нас была такая замечательная история. На Щеланке есть некий парень. Его зовут Зуфир. Значит, он создал такой же Инстаграм. Ну, обидно же, соседи продают камни. А у тебя нету, да? На огороде камней. Стал продавать. И продал такие. Значит, мне пишет человек, который является в Москве личным секретарем. Другого, очень богатого, известного человека. И он пишет, что, слушай, мне он тут дал задание, мой босс. Значит, на день рождения там жене или любовнице купить вот такую-то шпинель. Мы скинули то ли 7, то ли 9 тысяч долларов. Я не помню. Вот этому товарищу дает мне ссылку. А я его лично знаю. Я с ним за руку здоровался. Он там в околокаменной тусовке постоянно что-то ходит. Спрашивает, снимает. Хочет говорить, дайте мне камни на перепродажу. Я вот, у меня есть клиенты. Скинули ему эти деньги. И он отправил камень. То есть, он прям в тот же день пошел на почту. Сфотал камень. Сфотал ресив, так называемый. По которому можно отслеживать номер трекинга. И скинул клиентам. Клиенты довольны. Все прошло быстро, оперативно очень. Значит, через какое-то время в Москву пришла посылка. Они ее распаковали. Там красивая коробочка с логотипом. То есть, видите, он даже коробочку с логотипом сделал. Но камня в ней нет. И мне написали... Написал этот менеджер. Говорит, что, слушай, меня убьет мой босс. Надо срочно что-то делать. Ты случайно не знаешь, чей это камень? Я говорю, вообще, это камень мой. Мог бы ты нам его продать подешевле. Потому что мы в такой неприятной ситуации. Нам придется в два раза платить. Но у нас, я уже много раз говорил, наценки совсем небольшие. Поэтому, к сожалению, не получилось. Вот. Пришлось ему как-то выкручиваться. То есть, такие истории бывают. Вот, кстати, после этого случая с пустой коробкой. Благодаря мне об этом на Шиванке там... Ну, понимаете, люди, которые занимаются одним бизнесом, они, как правило, друг друга все знают. Там, хотя бы в лицо, да? На Шиванке вообще очень мало людей. В принципе, живет. Там все друг друга знают. Это деревня. Так вот. Я рассказал всем о том, как он ведет бизнес. Его, значит, отловили и побили местные жители. Потому что он подрывает доверие сразу ко всем ланкийцам. И ко всем продавцам драгоценных камней. И с моей легкой руки у него появилось новое имя. Его теперь зовут Empty Box Man. Empty – это пусто или пустое. Бокс – коробка. Мэн – человек. Да, или мужчина. Вот. То есть, мужик – пустая коробка. Вот. Собственно, больше ему не дают фотать чужие камни. Если он приходит кому-то и говорит, слушай, можно я по фото? У меня там есть покупатели. Ему не дают. Но это ему не мешает совершенно копировать картинки чьи-то. И в том числе мои. И их куда-то выкладывать. Поэтому будьте осторожны. Если вам пишут из Пакистана или Афганистана, или из Шиванки, какие-то деревенские ребята. Ну, подумайте 150 раз. То есть, я не говорю, что покупайте только у меня. Нет. Есть другие продавцы. Их немало. Есть толковые. И как бы все нормально, так сказать, в мире. Но всегда себя проверяйте много-много раз, чтобы не получать пустые коробки. У меня есть товарищ, который также часы купил дорогие через интернет. Ему тоже пришла пустая коробка. Вот, собственно, вам про жуликов, которые вас атакуют в Инстаграме. На Ютубе-то они не имеют такой возможности. В Инстаграме они атакуют довольно бодро, активно. Мне самому приходит несколько раз в день сообщение. «Привет, ты покупаешь камни?» Вот, я говорю, покупаю. Мне скидывают часто картинки мои же или до боли знакомых камней. Вот, собственно, про бандитов, как вы любите. Про мафиози в мире цветных камней. Всем счастливо. Пишите вопросы. Еще с удовольствием вам расскажу что-нибудь.